Юра, вот дошел до такого, что пришел на пикап тренинг. Что случилось? Ну, я понял, что в 30 лет уже, в принципе, у меня жизнь сложилась, кроме одного, то есть, ну, мне не хватало женского внимания, женского общения, то есть, ну, как бы на том уровне, на котором я хотел. То есть, средние девочки меня, в принципе, как бы, ну, уже давно не интересовали, были сложности общения, там, с женским полом, там, более, так скажем, хорошего качества, и в один прекрасный момент, когда я познакомился с очередной симпатичной девчонкой, короче, она меня там, ну, побрила, и это реально ударило, как бы, по моему самолюбию, то есть, я решил, что все, как бы, ну, хватит уже мне это терпеть, как говорится, я решил просто набрать Вавана, связался с ним, заказал. А как ты решил, ты уже смотрел, что ли, или что? Как ты вообще начал смотреть пикап, там, вот это все, как, ты узнал, что ты ездил? Не помню, не помню, сам момент, то есть, ну, как-то попадалось на глаза, что-то просматривал, ну, как-то, ну, сам момент не помню, то есть, ну, смотреть начал, решил, что хотел. А, можно я буду свои ремарки вставлять? Да, конечно. Здесь как бы, допустим, какое-то у меня было, что, как бы, ребята, там, многие спрашивают, как, ну, то есть, рассказать вообще, как я начинал, все такое, вот. я обо всем расскажу обязательно как бы это будет там какое-то масштабное видео или там в книге в своей которая наконец-то как тяжелую вот но в двух словах как бы я как узнал вообще я познакомился с чуваками там вот просто как-то непонятно как мы вспоминаем как мы познакомимся никто не помнит просто знаешь так судьба свела и чё-то на они готовы чё-то ходите гуляйте там телок цеплять глюда да в итоге они говорили пикап пикап я думал что это короче для конченных мудаков то что я всех там обсирал гребля это типа но у меня все нормально понимаешь там как бы и типа это реально для стрёмных додиков и когда короче я увидел как эти чуваки подходят и общаются к девкам у меня вопрос просто пропал у меня второй вопрос был когда ближайший тренинг у меня на самом деле похожая история потому что я когда смотрел видосы то есть я до конца верил что я в принципе сам все могу сделать я посмотрю научусь и по сути как бы было просмотрено какое-то количество то есть и начал подходить со мной понимаешь что что-то чего-то не хватает то есть я там нормально выгляжу вроде все деньги у меня есть но чего-то не хватало то есть и пересматривая все ну в разных пикаперов то есть я почему остановился на лаване потому что ну действительно вот какая девка дай-ка я выйду пообщаю сейчас перебью тебя мужик из дома я пока буду рассказывать нет тебе дождя то есть мы же микро микрофона нет блять так тихо я на ручнике да я хотя бы поздороваться что идешь такая красивая не стой но у меня сейчас там это парни без меня уедут машины аж из машины а почему я не бедненький начнем с того в нужде а почему это самое что обычно не выходит мужчины из машины выбегают очень бегом бегу днем даже не хорошие три про меня нет а как значит есть категория мужчин которые вот так вот сигналит там что-то это а то есть тебе интересно старые мужики да а вот 30 не чик если у меня все работает это подойдет какая-то космическая жвачка ты угостишь меня космической же уже не она прям вот пахнет ягодами часа подыши мне офигеть как тебя зовут раз уж ты попалась ну пока еще не все сюда а мишка да щас отвлекись анечка меня зовут вовочка в таком случае викторич анечка как получит анечка как-то вот так тянет интересную руку к себе когда общается то есть прямо и да гайки очень быстро ищи опасно я просто с мужем как бы да и муж меня просто ругает да с двумя а куда ты анечка 7 пятница ты тусить или чё еще и вечер закончится как обычно а давай знаешь как сделаем даже я вот сейчас тихо 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 я действительно как бы сейчас еду да то есть надо ехать смотри значит делаем следующим образом у тебя в пятницу вечер обычно как проходит я говорю здесь пахнет ты откуда же как будто написали вот цветок вообще нет при лан за билет от них подождите я уже не знаю катились смотри давай осень зовет тобой попозже будем кататься посмотрим ночной маской нет только ты мне сейчас дозвон сделай меня в тачке телефон и дозвон давай набираем дождей я не убегу с твоим телефоном это смысл тогда нет смотри я запишу твой номер там уже не я так них это смотря смысл мужчины же должен звонить первым подожди или ты там только со старыми дядьками общаешься ты сказал мальчики выбегают а я сказал я просто продолжил анечка это не факт что я заеду может я там это не знаю на луну улечу сейчас весь план вот смотри но люди делают то что они хотят да то есть я считаю что вообще мужчина должен делать то что ему хочется как бы анечки на дело расслабиться и радоваться от того что есть такие мужчины с которыми можно делать все что хочется и валить все на них это очень интересно поэтому анечка можно эксплуатировать ну в каком смысле смотря эксплуатировать как ты обычно эксплуатируешь мужиков наверное навряд ли там типа в три часа ночи пьяная в клубе там занять за мной я что-то еще не я вообще говорю на про слово эксплуатировать он такое вот эксплуатировать меня физически и морально и эмоционально и делать я кучу приятных штук там офигенные уши вообще это можно я тебя сам буду эксплуатировать взаимно друг друга эксплуатировать анечка с тобой прощаемся отпусти мне руку ты как ты прям космически пахнешь давай хороший вечер пока ты только не вырубай мы как бы перманентно снимаем и все да короче девка из не самая блять лучшая но надо хоть чего-то начать то есть в принципе задача то в чем был звонок а светку потому что блять я набираю они набираются к же я сам с ее телефона себя набирал я продолжу мир там мы на чем остановились мы потом если чё как я я запоминаю там что-то насчет начать то есть как бы к чему там как как я допустим давно почему я пришел там с чего даща погоди и вот я и там ремарку закончилась я охуел как бы от того что когда мы с друзьями с этими подошли к девкам они начали им говорить про сиськи то есть у тебя прикольные сиськи ну прям вот так вот а я начал влезать и говорит девчонки вы не обращайте в нем не так стыдно стал за них вы не обращайте внимания они вообще нормальные но они обычно не ведут и после чего мне Миша сказал Ваван давай погуляй пока не мешай нам да и меня сливали парни говорили Ваван не мешай короче вот Юра рассказываю я пока это вот и соответственно как бы после того как просмотрел энное количество видео то есть и наткнулся на видео там Вавана я вижу что это более-менее реально есть про что происходит естественно меня это меня это изобразило что на остальных видео там чуваки кривляется наряжается какие-то немыслимые вещи делают то есть которые в принципе нормальные люди в жизни так как бы так себя не ведут то есть ну ты там один от два там раза где-то на рискотеке может так себя поведешь то есть ну ну это и все то есть это какие-то разовые выходки а тут суть в том что ты просто когда идешь на работу там увидел симпатичную девчонку то есть можешь подойти и без всяких а ты же консультацию какую-то брал да сначала или что как это было ну это я рассказываю про видео да как бы в том что я там пытался сам что-то поделать да как бы ну какие-то моменты получались какие-то нет но по сути как бы результата никакого не было все заканчивалось там максимум там один-два телефона взял то есть потом соответственно как бы познакомился с девчонкой которая как бы мне была очень симпатична и она меня в один прекрасный момент просто берет и очень жестко сливает то есть все шло как бы своим чередом там мы созванивались договаривались на свиданку короче нами сливают и это задевает мое самолюбие я не выдерживаю короче ну и беру консультацию в ванну то есть соответственно после там каких-то мероприятий то есть он не предлагает просто телку нахер забыть и но не зацикливаться то есть и это сейчас стало как бы одним из самых важных аспектов я перестал как бы зацикливаться на женщинах то есть потому что нет их и нет да нет как бы среди ну да раньше как было нет и нет сейчас соответственно я уже знаю что как бы проблем сейчас с этим уже нету то есть любой можно выйти подойти и познакомиться и соответственно и после того как прошел консультацию у меня пришло куда-то воодушевление и я уже ждал не дождался когда начнется все-таки тренинг чтобы вот послушать как это все действительно происходит и получить какой-то опыт какие-то уроки то есть соответственно так как не консультация помогла но я понимаю что то было мало вот и соответственно как бы дождался два месяца и приехал на консультацию прошел чем мы там говорит а важно а как вообще там у тебя там трясло не трясло чего на тренинге было вообще то есть как это вообще на самом деле я когда уже как говорится в одном понял что я уже хочу ехать и позвонил там соответственно как бы ну договорился проплатил и меня уже ну как бы не осталось вопросов что я поеду и буду выкладываться до конца на сто процентов то есть потому что я сейчас в принципе по жизни уже поставил себе мотивацию что если я за что-то берусь я отберусь за это ну и побеждает там то есть делаю это до конца и делаю это очень хорошо соответственно когда пришел на тренинг я сразу всем заявил что ребята как бы я хочу стать здесь лучше но юр так оно и есть на самом деле этих 30 с чем-то человек не опозорю я не знал как это все будет происходить не реально было страшно я не знал какие-то будут делать но я решил что я все-таки ну раз уж я ехал из далекого города то есть сами из кирова то что как у вас там с девками вообще то есть ты говоришь там тухленько по сравнению с москвой конечно я могу сказать что их там вообще нет то есть может кто-то может скажешь что там ну ты там что-то там не сможешь там сделать то есть соответственно как ну ну ребят реально то есть там намного сложнее в маленьком городе то есть реально понравилась москва после того как я приехал сюда попробовал все то есть цель по поводу то можно сразу ремарку то есть почему допустим колхозники они в москве добиваются большего чем вот там ноги сами москвичи меня очень много было клиентов москвичей знакомых москвичей знаю может у тебя там другой мне и они такие вот овощи знаешь у них все есть они с детства привыкли что мне надо думать там чем за хату заплатить ну там еще что то есть если что-то можно свалить к маме там или куда-то еще как бы если меня сейчас там с хаты выгнать еще что то да я мне как бы куда валить самару мне валить вот и поэтому колхозники у них как бы нет дороги назад фактически вот и поэтому они на самом деле добиваются гораздо большего я считаю вообще таки более пробивные люди они как бы из провинции вот у меня такое мнение я перебил тебя и разве нет иногда буду что-нибудь тогда тоже маленькую ремарку как бы не бойтесь приезжайте в москву как бы она не кусается москва очень щедро надо же попробовать дорогого хороших девок то есть я и я реально я приехал попробовал и когда вернуться домой я уже понял что блин я уже не хочу там оставаться я хочу ехать сюда вот и в продолжении потому что ребят реально тренинг на самом деле помог помог раскрепоститься помог обрести какие-то навыки как было в одном из видео там лавана то есть рассказывал парень что жить намного проще то есть оказалось что это настолько все просто надо просто проработать какие-то определенные моменты себе для этого вован там поделиться своими собственными они сейчас значит будут думать короче типа а бля впаривают короче тренинг дальше всегда же есть вот вот есть это категория у людей которым кажется что вот все хотят значим что-то впарить да то есть ребят да мы на самом деле вам все сейчас впариваем вот вы вам это точно не надо вам вообще не надо это вот можете сидеть дальше и вы же охуенно вас все классную жизнь вообще в принципе и еще момент что вот сейчас как бы мы там покажем вам юрины подходы да это подстава подстава не верьте оплачены мы короче этих телок просто проплатили да я опять перебил верну просто вот люди говорящие всякую нюхчев в комментариях это моя вообще бы любимая тема на самом деле но я как бы готов к любым комментариям то есть там были мои первые пробные подходы это это реально первые подходы то есть ну на видео естественно вот что-то там где-то волновался то есть но это только начало и я обещаю там будучи а вот да как раз по поводу видео ты хотел сказать что типа так легче да когда на тебя цепляет микрофон и камеру что происходит вот какие ощущения ну реально то есть буквально до того как нацепили микрофон и камеру я ну я себя очень комфортно ощущал принципе я подходил там уже без всяких там задних мыслей там почти задней мысли как забавное слово любой девчонки то есть реально мог пообщаться там познакомиться даже если были моменты когда меня отшивали меня это вообще не задевало то есть я шел просто и вот я через секунду просто уже забывал эту девку и никакого там чувства вины там чувства там какого-то нехороших чувств у меня уже не было то есть после этого подхода неудачного в кавычках вот но сегодня после того как одели камеру микрофон то есть снова какое-то небольшое давление ощутил то и первое несколько там может подходов реально как-то может может сказать что слил то есть ну для меня это в любом случае этого это опыт да то есть как бы я не расстроился и а как вот одну как бы чё ты скажешь свое мнение вот как относиться к этим сливом короче потому что я людям всегда говорю что как бы нужно в пикапе еще принимать вторую такую составляющую что отказы будут как бы их надо просто как-то переваривать по поводу сливов то есть там я сейчас перебью тима видно дорогу или наши бошки бошки тоже можно в этой затылке а всякие без нее так сливы я естественно проработал то вот когда приехал уже на тренинг то есть в принципе когда самостоятельно я по видосам что-то там делал повторял там да как бы какие-то вещи там которые делать в ванна видео то есть принципе там подходил уже раскрепощенно но после того когда мне посылали меня нахер то есть да как бы какое-то чувство такое оно чувство тяжести она оставалась да как бы и влияло на предыдущие подходы я потом какое-то время не мог подходить но пройдя тренинг уже и после того как я делал там определенное упражнение то есть вот это чувство тяжести после того как тебя слили она убирается реально то есть и сейчас вообще по херу там день можно подходить блин сколько хочешь только и подходит она может иногда возвращаться то есть я говорю как есть да возвращается но мой мозг уже помнишь что в принципе как бы с этим с этим можно взаимодействовать то есть да бывает когда-то там что-то от тебя отказали там ты расстроила поводу кстати ребят хотел сказать кстати ну одна из моих любимых улиц новый арбат по поводу вот сейчас то что когда я выкладываю подходы учеников иногда да то есть естественно отзывов больше естественно учеников намного больше просто ну единицы из них соглашаются как бы но афишировать свое лицо потому что в основном там у меня там коллеги друзья жена мама ну мало ли что да то есть но это их я не могу с этим сейчас делать как бы не хочу с этим ничего делать вот и прикол в том что как бы вот когда выкладываем всякие там отдельные личности начинают писать там вот ты клонируешь своих учеников и так далее вы чего неужели вы думаете что как бы в других тренинг проектах люди прям вот наши такие вот прям вот ни разу не повторять тренера я когда учился я тоже напиздил кучу фишек там у лесли у моего друга миши тому того у сего там еще у кого-то там ну кого я сейчас вспомню допустим там у красочки на и так далее то есть потом естественно первых парах конечно то есть есть какие-то штуки которые тебе проще применить 5 то же самое что с бизнесом если там ребята из бизнес молодости говорят там сделать вот так вот так вот так и вы заработаете бабки да и вы делаете вы зарабатывать бабки нахер вам придумать что-то еще вы можете быть собой там в процессе в отношениях на свидании где-то еще естественно так а чтобы нам на набережной свернуть нам надо а я вспомнил куда да не короче смотрите то есть фишка в чем возможно первые какие-то там шаги первое время вы будете в чем-то копировать меня там кого-то еще то есть но естественно как только вы расслабитесь окончательно а тренинг это такой как бы пинок вы как бы закручиваете маховик потом начать его сами подкручивать потом появляется свое по что тут вылезла свое то тут ты же понимаешь хер ли мне как бы так оно и будет поэтому в спорте это называется база то есть ты делаешь какую-то определенную а потом у тебя свой стиль появляется и броска там какой-то там удара на иногда музыкальной школе учат бы петь одинаково всех ноты то есть а ты потом уже из-за того что у тебя уникальный голос там каждый человек ты уже делал раскрывается до процессе это же как так же как спортзале то есть там есть база но соответственно там худой человек или толстый то есть ему уже дают какие-то определенные как бы занятий индивидуально для этого человека также в пикапе то есть ты получаешь сначала базу до а потом уже индивидуально для себя то есть если ты допустим там быстро говоришь или медленно ты как бы там уже подстраиваешься соответственно вот такие дела короче мы вот сейчас вон гостиница украина радисон украина да то есть если кто не из москвы или там ни разу не был это собственно белый дом это где сидят наши уважаемые слуги народа которые усердно служат там и так далее вот это короче мы сейчас дернем чувака мне иногда нравится дергать чуваков вот это москва сити как бы чем сказать здесь красивый вид то есть я допустим когда если катаюсь девушками по москве если они не из москвы то мне вот нравится их катать здесь по набережной потому что здесь реально красивый вид как бы здесь еще посмотреть и вот люди когда поначалу приезжают москву первое время они живут там под землей да но многие там кто на метро я сам вот здесь два года прожил подземным жителям то есть когда я вот там первое время начал вылазить и там ездить на тачками сначала друг давал покататься я реально офигевал думаю вот это круто то есть вот лично я когда увидел москву вот такой вот мне она понравилась настолько что вот не знаю я влюбился потому что вот здесь масштаб реально все огромные огромные широкие улицы это космические дома там не знаю куча самой красивой девки реально со всех городов едут сюда но это и логично они ищут даже девушки едут сюда до искать себе счастье да возможно у них там другая миссия там найти себе мужика какого-то поуспешнее но это нормально в этом их обвинять нельзя это кстати отдельная тема вообще не знаю как там у вас в городе то есть у нас там самаре а со время было такое что если девка едет с мужиком на дорогой тачке все она шлюха повелась на тачку насосала бла 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 вот прикол в том что как бы ребят заработать на тачку не знаю там вот на джельку такое насколько там лям 67 стоит допустим и поймите что дело вообще нихера не в тачке в чем-то другом да и суть в том что а почему нет то есть вы хотите себе сам самую клави красивую классную девушку да то есть логично а почему должна девушка повестись на какого-то там нищего блять худого уебана который не знаю там не знаешь что такое личная ответственность не может заработать денег да там и у него там все эти качества которые должны быть мужчине они не прокачены это вот по сути ровно моя зеркальная ситуация то есть я свое время заработал на автомобиль сначала там простой потом на дорогой автомобиль друзья как бы думал что там реально сейчас поедут там в клуб и блять все тёлки ко мне впрыгнут приехал ну нихуя короче подошли как он дорогой автомобиль майбах страшно какие-то девки прикольно с ними я тогда понял что да да говори говори автомобиль как бы по сути то ну ничего не решает то есть хозяин автомобиля должен что-то еще делать да но девки могут тобой пользоваться вот как сейчас это говорила типа там как же она сказал я буду эксплуатировать в каком смысле типа ну чё ты будешь это меня звонить в три часа ночи горит типа довези меня до конца нет ну а на год не не так ну и дальше в кассу то есть после машины я уже покупаю квартиру там престижном районе нашего города как бы может быть где-то в каких-то мили миллиграммах то есть у меня там действительно дела улучшились благодаря тому что там они приходили в квартиру там очень часто мне в моей квартире не делали отказы причем девки как бы ну не соглашались там нас это отдельная тема если я пришла к тебе домой значит как бы ты уже окончательно как бы но ты ситуации проебал то есть если что-то не да я потому что говорю что не машина не квартира как бы в моем случае там да я уверен что в случае многих чуваков у меня есть реально знакомые богатые чуваки которые блять ну реально обламываются просто без секса они боятся подходить то есть они снимают телок за деньги да они там их задаривают и так далее смотрят стриптиз там у нас грубо говоря берут я не могу смотреть стриптиз то что ну как как можно смотреть и не трогать если только ее потом брать эту тёлку там брать потом да платить бабки то есть у меня с этим как бы ну я хотел сделать все сам то есть я не снимаю проституток я не оплачиваю стриптизер то есть ну как бы после того когда будет был секс то есть тогда можно что-то уже там предлагать то есть от души а тут как бы по сути женщину покупаешь то есть меня этот вопрос не устраивал друзей сам я решать его тоже ну но не мог понимаешь что как-то иду куда-то не туда то есть не было чего-то четко направление поэтому я еще раз говорю что выбрал тренинг и не пожалел то есть на самом деле простые вещи говорятся просто ну вот более понятным более доступным языком тебя уже направляет именно вот по дорожке которая буквально с рядом на самом деле вот я где-то я понимал что где-то рядом шоу ну не мог прощупать да мы сейчас я поверну поэтому как я выйдем про это подышим пробежимся не знаю то есть на даче кофе купить вот лет к сожалению кончается да и суть в том что сейчас вот как-то вот все-таки придется перебираться в торговые центры вот очень много пикаперов очень много каких-то чуваков которые просто задрачивают девок потом после них работать довольно сложно становится вот и херн это расскажи юра вот как девку из магазина вытащил и да у меня была уникальная история то есть в принципе а когда у тебя вторая свиданка еще расскажите а вторая свиданка сейчас после того как мы пообщаемся я поеду а так ты к ней поедешь что да а да нет 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 я поеду к другой не имею ввиду ту которая тебя заплатила она еще не успела за меня заплатить я снизу не встретился но это давай выйдем на улицу ставим маем позвоню сейчас да я щас до микрофон да и расскажи там это самое это вот наша шпионская техника то есть мы обычно делаем делаем вот так у нас раз-раз-раз на покаю себе это самое давай я щас позвоню сам же трагед а как ему ты просто че языки на то процесс все говори да а ну значит такая ситуация после того как я уже проработался в обычных подходах да там ну на пикапе то есть у меня уже не было проблем в принципе я подходил но соответственно уже когда все получается этого становится мало я принял решение что нужны какие-то фишки то есть использовать какие-то фишки то есть потому что ну допустим девушка может идти не одна допустим она может идти либо с мамой либо там находиться в каким-то каких-то труднодоступных местах может ну это сидеть в кафе за столиком за витриной то есть либо находиться в магазине выбирать шмотки то есть ну по крайней мере для меня это было как-то сложно то есть я первое время не мог на это решиться и в итоге как бы ну все-таки набрался сил и до увидел красивую девку в магазине и она там что выбирала короче я думаю ну все надо подходить ну зашел сразу же сделал и пару комплиментов вижу что и стало приятно как бы тут же вытаскиваю из магазина предложила и выйти она вообще без проблем согласилась то есть вытаскиваю из магазина дело и комплименты на вижу что это все нравится ну соответственно мы там какое-то время беседуем я беру не номер телефона значит и мы с ней прощаемся ну так как ребята все снимали на видео все это заметили и тут же мне предлагает делать фаст сразу же бери и ну брать эту девку и вести ее куда-то в кафе я тут же и перезваниваю приглашаю она там что-то включает обратку как бы я включая настойчивость и соответственно побеждаю мы выходим с ней в кафе которая там же находилась в европейском там была чихана то есть заходим туда нам сразу же предлагает кальян вот и девка такая я говорит я буду кальян и тут же поворачивается меня горит я оплачу не переживай то есть суть в том что мы сидели с ней где-то полтора часа и попили там чай покурили кальян то есть она действительно говорит я как обещала заплачу за счет то есть я отказываться не стал деньги у меня на самом деле есть это не сама цель была вот и ну я думаю что как бы она короче оплачивать счет достает карточку нам говорят что по карточке оплачивать здесь нельзя то есть она и на меня поворачивается говорит что вроде я сейчас займу у тебя бабок и чуть позже тебе отдам то есть как бы но я отдаю реально и наличку она рассчитывается то есть мы заканчиваем наш ужин но смысле это чаепитие как бы да и и потом идем искать банкомат тупо искали минут на 10-15 то есть она сказала я тебе в любом случае отдам и соответственно она со мной рассчиталась так хочу заметить что в разговоре как бы ну увидел что не реально дорогие шмотки дорогие часы то есть выяснилось что девки которые финансы обеспечены да то есть она да не запарилась девка сидела в часах за 350 штук то есть и по фотографиям инстаграме то есть она его реально не вылазить там с мальдив и там с каких-то там с этих всяких остров